Андрей, вы очень хорошо выглядите, да вы что? Гораздо лучше, чем в сюжетах НТВ, но в общем-то, в НТВ что-то принарисует. Живём очень динамичное время. А Россия год назад и сегодня, да, сегодняшний маразм – это небо и земля, это правда, со стороны всё всегда виднее, знаете, даже изнутри видно, не обязательно со стороны, изнутри тоже очень хорошо видно. Как вам Белоруссия? Я Белоруссию обожаю по нескольким причинам, даже если не говорить о том, что вся моя родня по отцовской линии именно из Белоруссии, из западной. Просто я здесь часто бываю в гостях, а вы прекрасно понимаете, что когда ты приезжаешь в гости, то тебе стараются показать и подарить самое лучшее, а внутри мне свои проблемы прячут. Это естественно, мы тоже так поступаем. Поэтому я-то знаю Белоруссию с самой лучшей стороны, для меня это какой-то совершенно рай, в смысле природы. Вот то, что природу вы сохраняете лучше, чем в России, это действительно так, и я так расстраиваюсь, когда я возвращаюсь обратно, и то, что у вас в пяти километрах от города, у нас надо ехать километров за 80, чтобы найти такое, и всё равно будет загажено. Я подозреваю, что это у нас такое наследие от крови кочевников, которое нам досталось, а вам не досталось. Вы всё-таки ближе к Европе в этом смысле. А кочевник гадит без сожаления, потому что утром он сядет на коня и поет на новое место, чего ему тут убираться. И это остаётся у гетов, к сожалению. Какой вы видите Россию через 10 лет? Вы знаете, события настолько ускоряются, время настолько уплотняется, вот в геометрической прогрессии буквально, то мне трудно себе представить, как будет выглядеть мир через год. А 10 лет – это что-то такое недостижимое для моей фантазии. Я во всяком случае очень хочу, чтобы эта ужасная история с Украиной закончилась. Не знаю, приведут ли к чему-нибудь сегодняшние переговоры, но очень-очень на это надеюсь. Хотя говорят, надежда не ведет. Мы всем партером плачем и не верим, что в записке было написано «Белоруссия». Говорите, пожалуйста, «Беларусь». Это важно. Нам будет приятно. Я с удовольствием буду делать приятное и постараюсь себя переучить. Хотя, когда 40 лет говорили, так переучиться трудно, я прошу на меня не обижаться, потому что, может быть, я не прав. Но мне кажется, что касаемо любой страны есть название на ее языке и есть название ее на других языках. Это как англичане стали бы на нас обижаться за то, что мы говорим не «Ингланд», а «Англия». Вот какого черта? Говорите «Ингланд». А мне кажется, это не так принципиально, ведь важно понимать, что ты имеешь в виду. Я ничего оскорбительного в слове «Белоруссия» не слышу. Может быть, у вас это вызывает какие-то неприятные ассоциации с прошлым. Ну, прошу простить. А вас просили англичане хоть раз называть их «Ингландом»? Нет. А мы просим. Вот и странно. Ребята, если от этого ваша жизнь изменится, я готов. Андрей Вадимович, что для вас означает понятие «русскость»? Не знаю. Я никогда не задумывался над этими вещами. Что такое белорусскость? Что такое английскость? Я не очень это знаю. Наверное, это как раз то, что люди чувствуют, а словами это выразить невозможно. Это какое-то ощущение своей земли, своих предков, которые в этой земле лежат, своего воздуха, своих друзей, своего языка. Как вы воспринимаете свою песню в переводе на белорусскую мову? Поскольку белорусская мова, в общем, не очень далеко от российской, я, во всяком случае, могу видеть, могу понимать, насколько это далеко от оригинала или насколько это близко к оригиналу. Вообще, когда ты видишь перевод того, что ты сделал на другой язык, это всегда приятно. Это действительно твоему самолюбию. Давайте делать паузы в словах, произносяя и умолкая сном, чтобы лучше отдавалось в головах значение вышесказанного слова. Давайте делать паузы в словах, давайте делать паузы в пути, смотреть вокруг внимательной стороны, чтобы случайно дважды не пройти одной и той неверной дорогой. Давайте делать паузы в пути.